Футбольное поле стадиона «Красная звезда» 26 декабря стало местом ожесточенных баталий, где определился чемпион 24-го турнира по мини-футболу на кубок компании «Оша». За два десятка лет соревнования стали престижными и очень популярными. Заявки на участие в этом году подали 100 команд, которые определяли сильнейших целых два месяца. Этот год, вы знаете, он какой-то особенный. Я приводил пример уже, что один мяч решает судьбу выхода в следующий этап соревнований. И команды показывают достаточно хороший уровень игры. Турнир стартовал в 1992 году, когда Александр Веретину организовал первые в Омске ежегодные соревнования на кубок своей компании по мини-футболу на снегу. Спустя 10 лет они превратились в мемориал и увековечили память выдающегося бизнесмена. Участвуют более 100 команд в турнире и показывают каждый год очень сильную, очень красивую, яркую игру. В этом году, судя по зрителям, игра понравилась абсолютно всем. Непредсказуемый плей-офф, где встретились два фаворита, завершился победой команды ТГК-11 плюс Омск РТС. Они выиграли в два мяча у чемпионов прошлого сезона дружины нефтезавода Салават Юлаев. Фавориты в равной борьбе заслужили свое место в финале. А на встречу с итоговым счетом 5-3 пришло посмотреть рекордное количество болельщиков. Сейчас я даже и слов не могу толком связать, потому что радость переполняет, естественно. Это такой турнир масштабный, очень тяжело выиграть. На самом деле это у нас была первая победа. За сколько лет соревнований. Четвертое место по итогам соревнований заняла команда «Эгидо», уступив бронзу соревнований с сухим счетом команде «Оша». Второе место у Салавата Юлаева. А чемпионом турнира стала дружина ТГК-11 плюс Омск РТС. Главный приз, переходящий кубок турнира, вручается команде победителю, команде ТГК-11 Омск РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова